Доброго времени и суток, уважаемые коллеги! С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы TIGMIL. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня среда, 5 августа, и сегодня обращаю внимание на такие инструменты, как золото и индекс S&P500. В данных активах происходят очень интересные события, поскольку традиционно считается, что при росте одного из них другая сторона падает. Однако сейчас происходит беспрецедентное, так как растет золото, так и индекс, что само по себе представляется аномалией. Причем золото уже давно обновило свои многолетние максимумы и продолжает рост конца и края, которому не видно. А индекс S&P500 осталось совсем немного, чтобы добраться к абсолютному максимуму и вероятно продолжить рост, поставив новый исторический рекорд. Итак, золото продолжило восходящий тренд, как и предполагалось в прошлом обзоре. Покупатели продолжают обновлять новые исторические максимумы. Обе целевые точки были взяты. Цена не только достигла круглого уровня в 2000 долларов, но и устремилась выше, торгуясь на данный момент около отметки 2040. Что является новым абсолютным максимумом за все время. Ввиду отсутствия целевых ориентиров в истории, сложно однозначно сказать, как далеко золото продолжит расти. Однако пока сигналов на разворот не имеется, что не дает оснований говорить о снижении. Поэтому основной сценарий на продолжение восходящего движения пока остается в силе. А вот на актуальном графике на текущий момент можно предположить локальную коррекцию перед новой фазой роста в район поддержки на 1981. В случае, если это движение не перерастет в полноценное снижение, то на этом уровне можно ожидать отбоя и разворота на рост. Это нацелит покупателей на новые абсолютные максимумы, предположительно в район отметок 2065 и 2090. Сигнал на разворот и на глубокое коррекционное нисходящее движение будет получено при закреплении ниже разворотного уровня на 1963. Между тем, индекс S&P500 пошел не по сценарию и коррекционного снижения не случилось вопреки ожиданиям. Очевидно, уровень 3224 выступил серьезной поддержкой для цены, который после неоднократного ретеста отправил цену покорять новые локальные максимумы, торгуясь выше уровня 3310 в настоящий момент. С учетом того, что котировки закрепились выше разворотного уровня на 3274, вероятно, можно ожидать продолжение роста. До последнего абсолютного максимума на 3393 осталось рукой подать. Если не будет никаких сюрпризов, то, полагаю, ретесты и, возможно, обновление этого максимума в ближайшие дни можно ожидать с высокой вероятностью. Ну и вот, судя по актуальному графику, не исключена локальная коррекция к текущему уровню поддержки, расположенному в районе 3274. Тест и последующий отбой от него поможет сформировать новый импульс, который нацелится в область отметки 3358, а в дальнейшем откроется путь и к предыдущей абсолютной вершине на отметке 3393. В свою очередь, снижение и закрепление ниже разворотного уровня на 3254 поставит под вопрос дальнейшие перспективы роста и вернет нас к сценарию с коррекционным снижением. А на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.